Всем привет! С вами Russian with Dasha, и сегодня у меня в гостях Тамара с канала Russian with Tamara. Подождите. У меня новый канал, и мы его рекламируем. Хорошо. Как называется твой новый канал? Да, он пока не очень большой. Называется Russian Stories with Tamara, и я буду рассказывать истории. Да, это очень классный канал для тех, кто изучает русский недавно. Уровень А1, А2, я думаю, да? Ну, есть и B1, B2 тоже. Хорошо, то есть для любого уровня. Но есть отличные истории для начинающих. Вот мы долго... Начинающих, как я. Мы записываем. На самом деле, чем проще видео, тем сложнее его записывать. Да, это точно. Тамара любезно одолжила свои микрофоны, и я надеюсь, что звук будет сегодня хороший. В отличие от моих последних видео. Тамара... Это прямо засмущала. Ну ничего, Тамара приехала из Амстердама, но расскажи нам, где ты родилась и как ты оказалась в Амстердаме? А-а-а, сразу личный вопрос? Сразу, да. Бинго. Я из Питера. Из Петербурга или из Санкт-Петербурга, но родилась я в Ленинграде. Да, в СССР. Да. Как и я, в принципе, в СССР. Да? Ещё в СССР? Да, я в 90-м родилась. А я в 82-м. Но ты успела... Успела родиться в СССР. Да. И ты приехала в Амстердам. Когда тебе было... Сколько лет? Двадцать... Двадцать девять. Это была твоя первая поездка за границу? Нет, конечно, нет. Я много путешествовала, и я жила в Италии, и я уже решила, что всю жизнь буду жить в России, в Петербурге. Но есть такое выражение, жизнь внесла свои коррективы. Да, или не зарекайся, да, не говори, я никогда не уеду из России. Да, расскажи Богу свои планы, пусть он посмеётся. Точно, точно. Это можно вырезать. Это в Конституции прописано, это можно. Значит, ты пожила в Италии, потом переехала в Амстердам, думая, что будешь жить. Нет, я пожила в Италии, приехала обратно в Петербург. Я не планировала оставаться в Италии, я изучала итальянский, потом я открыла языковую школу, курсы, преподавала итальянский в Петербурге. И потом я поехала в Индию. Я ездила в Индию каждый год. И в очередной поездке я встретила своего будущего мужа. И муж был из Амстердама. Ну, почти. Он 25 лет жил в Америке. Есть такое выражение интеграция, и он всегда шутит, что он дезинтегрировался. Интеграция — это когда ты приехал в страну, и обычаи изучаешь, язык, и хочешь быть как местный, а он, наоборот, стал уже как неместный, как иностранец в своей стране. Скажи, пожалуйста, Амстердам и Питер похожи? Есть много общего и есть большие различия. Похоже, потому что и Амстердам, и Питер на море, морской климат. Пётр I съездил в Амстердам, ему всё понравилось, и он решил, сделаю свой Амстердам. Только на болоте. Ну, Амстердам тоже был на болоте, это всё очень похоже. И, да, европейская архитектура, ну и всё. Ну, много каналов, рек. Да, вода, каналы, реки, климат, дожди. И всё. Остальное очень разное. Самое яркое отличие русских от голландцев или голландцев от русских? Вот прям что бросается в глаза? Русские – это люди общинные, то есть есть такое слово community, да, община. Это когда мы как семья в глобальном смысле, племя, а голландцы – индивидуалисты. И дальше, ну, это как Европа и Азия. Мы где-то, русские где-то посередине, но больше в Азии в этом плане. И дальше целый ряд, огромный, огромное количество отличий, которые от этой точки идут. Понятно. То есть нельзя сказать, что ты прожив сколько лет в Голландии, получается? В восемь, скоро будет девять. Но ты можешь сказать, что ты немного стала похожа на них или ты осталась? Я изменилась, конечно. Мне было трудно сначала, и сейчас я приняла очень многие вещи, и мне во многом стало комфортнее там, чем здесь. Например, голландцы очень прямые люди. Они могут очень прямо сказать, что им комфортно, что некомфортно. Я думала, русские очень прямые, прямолинейные. Русские по сравнению с голландцами – это просто, я не знаю… Небо и земля? Китайцы или японцы. Я слышала, что там не принято говорить прямо. Япония. Вот, да. Ведь ей вата всегда отвечают, никогда не скажут напрямую. И никогда нельзя в лицо говорить что-то, что может обидеть человека. Но есть огромное преимущество прямоты в том, что тебе не нужно думать и тебе не нужно пытаться читать мысли другого человека. Гадать точно не нужно. У нас это часто получается, часто такая паранойя. Если я сделаю то-то и то-то, что он подумает, а может быть ему некомфортно. В Голландии некомфортно – скажет. Ты знаешь, мне кажется, это даже черта нашего менталитета, что мы любим терпеть. Точнее, нас приучили терпеть с детства. Да, 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 да. Наверное, это связано. Ну, потому что у нас история… Мы жили в коммунальных… Не мы, я не жила, а мои родители жили в коммунальной квартире. У дедушки был принцип никогда не конфликтовать с соседями, потому что нет другого варианта. Вам нужно жить и копить пассивную агрессию годами. И делать вид, что вы одна семья. Да, я понимаю, но, получается, голландцы более прямолинейные, да? Абсолютно. Интересно, я никогда об этом не слышала. Иногда, то есть вначале это воспринимается как хамство. Это просто один из самых главных культурных шоков. Ничего себе, ребята, я впервые такое слышу. Обычно, наоборот, когда я говорю с американцами или англичанами, говорят, что русские очень прямолинейные, всегда говорят, что думают. Но да, ты меня сегодня чему-то новому научила. Хорошо, если мы поговорим про голландскую кухню. Когда я была в Амстердаме, я ходила в ресторан с домашней кухней. Там были только местные, и мы, друзья из хостела, пришли и попробовали блюда, которые очень сильно мне напомнили русскую кухню. Там тоже было пюре, там тоже была капуста, ну, типа квашеной, какое-то мясо. И мне показалось, что, блин, да голландская кухня похожа на русскую. Это так или нет? Окей, я надеюсь, я никого не обижу. Я не люблю ни русскую кухню, ни голландскую. Это говорит прямолинейный человек из Голландии. Окей, друзья, извините. Мой муж – повар от Бога. Он готовит очень вкусно. Но это французская кухня, может быть, азиатская. Голландская кухня. Ты берёшь всё, что угодно, и кидаешь это во фритюр. Голландская кухня. Плюс картошка фри. Я обожаю вот эту картошку, которая продаётся в Ларьке по пути из ЖД вокзала. Но там бельгийская картошка, по-моему. А нет, есть две вещи, которые мне нравятся в голландской кухне. Это голландская селёдка и битербаллены. Это такие шарики, что-то мясное внутри и фритюр. Но дело в том, что в России селёдка – это популярная закуска к водке. Но русские понятия не имеют, что такое настоящая голландская селёдка. Потому что у нас это что-то такое… таким рыбным запахом. Такое… как бы совсем другой продукт. Но у нас она обычно солёная. Но в Голландии тоже солёная, но она свежая. То есть её ловят, тут же замораживают. Как deep freeze – это бум! Мгновенная заморозка. Нет вкуса рыбы. Это что-то, не знаю, как устрица. Что-то такое вот… Я не могу описать, что такое голландская селёдка. Я просто фанат. Да, я люблю селёдку. Обычно мы её едим с варёной картошкой, луком, маринованной. Ты пробовала селёдку в Амстердаме? Нет, кстати. Ещё один повод приехать в музей Ван Гога и селёдка. Да, мы с Тамарой уже записали видео для её канала, в котором я сказала, что не была в музее. И да, мы обязательно сходим, когда я туда приеду. Когда откроют границы. Да, да, да. Ой, не сыпь меня соль на рану, как говорится. Хорошо. У меня в гостях на канале уже была Юля с Russian Connection. Если вы не смотрели видео, ссылка появится в углу экрана. И там я Юле задала интересный вопрос. Точнее, я задала простой вопрос, но получила очень интересный ответ. Во-первых, как ты считаешь, что для русских, для россиян или даже нет? Что для тебя счастье? Ты вообще счастливый человек? Да, могу сказать, что я счастливый человек. Для меня счастье – это гармония в душе, мир с собой. То есть это что-то внутреннее, да, не внешнее? Ну, внешнее. Если мир в душе, ты знаешь, что тебе нужно, и ты можешь это организовать. Да, отлично. Я согласна с тобой. А для тебя? Для меня тоже, да. Это внутреннее состояние. Ну, конечно, нужно много чего, есть потребности, но если ты знаешь, что тебе нужно. Если у тебя есть психотерапевт. Да, я недавно прочитала прикольную цитату. В 15 лет мы обменивались фантиками от жвачки Турбо, а в 30 – психотерапевтами. Ну, нет, я никому не даю номер. Ну, я всё к тому, что я поняла… Да, интересы меняются. Да, и я поняла, что, да, действительно, счастье – это что-то внутреннее, это просто чувство спокойствия, это какая-то спокойная сила внутри. И ты просто, несмотря на то, что происходит в твоей жизни, относишься к этому как к чему-то временному. Мне кажется, что это просто, когда ты в контакте с собой, ты можешь быть любым. У тебя, может быть, проблемы, у тебя, может быть, хорошее настроение, плохое настроение. Если у тебя нет внутренних конфликтов, то проблемы приходят и уходят. Ну, да, как ты сказала, действительно, как что-то временное. Спасибо. За что ты любишь Петербург? Я думаю, для меня самое главное – это мои друзья. Петербург – это как декорация, очень красивая декорация для того, что происходит между нами. Красивый ответ. Даже грустно стало немного. Ты вспомнила Новосибирск? Да нет, я просто скучаю по своим друзьям, которые далеко. У меня подруга живёт в Женеве, друг в Тбилиси, ещё друзья по миру. Они все из Новосибирска разъехались? Ну, подруга, да, из моей школы, друг из лицея, и мы все разъехались, да, почему-то все. У нас тоже много людей уезжает, но много ещё осталось. Угу. Я знаю, что ты очень музыкальный человек. Спасибо. Скажи мне, это семейная? У тебя родители тоже одарённые и играют на каких-то музыкальных инструментах? Да, можно сказать, семейная. Мой дедушка преподавал музыку в детской музыкальной школе, и всё детство мы… У нас была традиция на все семейные праздники петь хором русские народные песни, романсы. Я ходила в музыкальную школу, это было ужасно. Я одна из всей семьи бросила в музыкальную школу, и потом… Еее… Да? Почему ты говоришь? Просто, мне кажется, мало кто понимает, что то, что ужасно надо бросать, все терпят в основном. У меня появился мой кружок по биологии, и я сказала, всё, я знаю, чего хочу и чего не хочу. И потом у меня была группа музыкальная, но сейчас я вот десять лет, почти десять лет не играла. Почему? Ну, я стала мамой, и это на довольно долгое время заняло всё моё внимание, и сейчас хочу как-то вернуться. Да, обязательно возвращайся, и твой брат тоже музыкант. Да, кстати, посмотрите видео, когда я его смонтирую. О чём оно? Мы поговорили с братом, как он играет в метро, и вообще-то это нелегально. Очень интересно, как он общается с сотрудниками метро. Не буду пересказывать видео, но… Да, я оставлю ссылку, когда появится видео. Я думаю, ты его встретишь рано или поздно. Возможно, уже встречала. Хорошо, и напоследок, спой нам что-нибудь? Какую-нибудь частушку или просто маленький куплет. Ваку, вакузнице, ваку, вакузнице, вакузнице молодые кузницы, вакузнице молодые кузницы. Всё. Второй куплет? Давай второй. Они, они куют, они, они куют, они куют, приколачивают, к себе Дуню приговаривают. А потом они сказали, пойдём, Дуня, и сошьём сарафан из лопуха. Ух, да, кузнецы – это мужчины, которые делают из металла разные вещи, да, например, подковы и так далее. В общем, кузнецы. А лопуха – это растение, у него большие листья, и это, ну, шутка. Это шутка, да. На самом деле ты не можешь сшить сарафан из лопуха. Да, то есть у кузнецов что-то другое на уме, скорее всего. Да, а мой дядя ещё придумал ещё один куплет, что туда пролез таракан и прогрыз сарафан. Так что, бедная Дуня. Да, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Тамара, большое спасибо. Я даже не поверила, что ты согласилась петь песню. Да, но… Это классно. Но это мы вырежем. Нет, всё. Я очень рада, что ты… мы с тобой встретились, и надеюсь, что мы встретимся ещё обязательно. Может быть, даже в Амстердаме. Да, да. Спасибо всем, что досмотрели это видео, и благодарю своих патронов за поддержку. Если вы хотите получать транскрипции моих видео и подкастов, они сейчас выходят с параллельным переводом на английский язык. Подписывайтесь на мой Patreon. Вот. Всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok